Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и в этом видео, Вы сможете посмотреть процесс создания данных изображений. Я периодически буду комментировать некоторые моменты. Но в основном, это будет Making-of с музыкой без комментариев. Приятного просмотра! Итак, для создания ландшафта я использовал Word Creator. Для изучения этой программы, Вы можете посмотреть плейлист, который появится в подсказке вверху. Так как в дальнейшем я буду использовать Quixel Mixer, сразу же включаю опцию Seamless по двум осям. После чего редактирую форму с помощью режима Custom Base Shape. Трип. После чего перехожу в фильтры и экспериментирую с разными настройками для получения нужной мне формы. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Или если у Вас стоит другая задача Здесь очень много вариантов на любой вкус Для Quixel Mixer Я буду использовать так называемые HeadMaps Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующих частях поговорим об импорте дисплейсмент карты в Quixel Mixer О том, как назначить полученные маски и материалы на Ваш Plane О том, как экспортировать готовый ландшафт с материалами в 3ds Max И отрендерить его в WebStorm с разным освещением, которое я показывал на рендерах в начале этого видео И конечно же поговорим еще об одном методе создания облаков. На этот раз с помощью Teya Conceptor и Houdini Кому интересен предыдущий метод, можете посмотреть его в уроке, который появится в подсказке вверху. Там я показывал другой метод создания облаков с помощью 3D-Code и рендере их в Corona Renderer. Также, если интересно, можете посмотреть метод создания облаков в Blender с помощью Vertex Displacement в Octane Render. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего настроения и позитивного дня! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...